всех приветствую сегодня хочу продемонстрировать вот такую теплую грядку которая сформировалась прошлого года формировалась она из остатков растений помидоров огурцов всякой травы перемешку с опилками картофельной ботвы 8 все что раньше предназначалась для силы сноямы было включено сюда так вот в чем интерес у меня возник высадил в эту теплую грядку вот такие вот тепличные помидоры все бы опять бы ничего если бы не погода и число высадки не совпадает с нормальными понятиями о посадке помидоров а сегодня 23 мая в общем ради эксперимента сюда было посажено вообще в целом сегодня высажено около 50 кустов так есть у нас на кустов 20 на этой теплой грядке в общем хочу посмотреть выживут ли эти красавцы вот на такой грядке насколько она оправдает такое понятие как теплая понятно что несовместима погода зимой же тоже не будешь садить если бы она называлась тоже теплая поэтому хочу понаблюдать а кому интересно посмотрите что из этого выйдет сейчас пройдусь покажу где они меня еще сидят кроме этой грядки в каких местах да еще для поддержки вот такие были в битые штакетины помидоры подвязаны чтобы их ветром не унесло или не сломала сейчас пройдем посмотрим где еще кроме теплой грядки растут посаженные томаты в общем вот это была теплая грядка хотели вообще 20 кустов посадить нам отдали рассаду еще 25 наверное штук кустиков помидор выкидывать жалко поэтому терстаса рассадили их по краю огорода здесь просто земля никакой теплой грядки до этого здесь с прошлого года выращивали сидираты росла фацелия вот этот нее остались вот стебли мы их оставим здесь для мульчи конечно мало но соскребать ничего не будем и вот здесь еще помидоры в общем садили садили думали все когда же они кончатся это рассада она все не кончалась не в общем пришлось стыкать в разные места участка но это то что касается помидор и я много лет перед посадкой картошки высадки на грядках зелени всякая скопал землю это большой труд большой участок лопаты скопать мотоблока у меня нету никакого такого культиватора поэтому все это мне уже надоело и решил я вообще в этом году не под что не копать землю вот как здесь видно уже грядки сформированы уже лук зеленый вылез в общем была земля мы разровняли с осенью ничего с ней не делали просто прорыли такие канавки засыпали семена посадили лук ну там морковь и свеклу тому подобное посмотрим тоже что будет тогда когда скапывался лопаты выбирал всю траву баранили ну и так далее и так просто с осенней земли вот такую посадку сделали это одно что касается грядок естественно травы будет много всяко разно полоть так и так придется но полка будет осуществляться не выдиранием травы из земли а просто ее срезом и то что мы срежем траву сорняки на тут же наградка будет оставаться в виде мульчи ну я наверно не первый тот а делает но вот решил и я попробовать может для кого-то это не ново ну такой эксперимент хочу проделать картошкой этот небольшое поле картофельная вот сейчас мы его видим здесь тоже остатки ботвы какой-то травы мы собрали листья из-под берез все сюда разбросали немножко опилок в общем картошка будет садиться следующим образом просто разметим такие борозды с помощью бечевки будем делать эти борозды либо плугом ручным либо мотыгой и садить картошку тоже не копая потом как зайдет все это замульчируем сеном ну не то что найду может травы на кашу так разбросая посмотрим в общем такой эксперимент можно за этим наблюдать будет сначала посадки до первых сходов и итогового урожая в общем такой пока такая информация что будет интересно но у людей растет правда может быть зависит еще от региона но у нас здесь сибирь с природой с климатом здесь немножко так грустно мягко говоря поэтому может быть темы интересней люди садят выращивают собирают поэтому час помидора я снял на видео если заморозков не будет то они должны сто процентов прижиться ну будем смотреть вырастут или нет до новых встреч всем пока